Авиаремонтный завод 308-й АРЗ является базовым предприятием в России по ремонту военно-транспортных и пассажирских самолетов различных модификаций. Здесь ставят на ноги и кукурузники Ан-2, и чебурашек Ан-72, прозванных так за характерное расположение двигателей. Еще недавно только здесь ремонтировали легендарные Антеи. Новых самолетов тут не увидишь. Техники занимаются восстановлением авиапарка еще советских времен. Но иногда прибывают и зарубежные пациенты – из Словакии, Литвы, Туркменистана и Кубы. Например, сейчас специалисты заняты восстановлением двух самолетов, прибывших из Шри-Ланки. Проблемы особых нет. Проблема немножко нам соседей здесь. В этом году ремонт полосы просто идет в настоящий момент, взлет на посадку. Поэтому есть кое-какие задержки с приемкой самолетом и передача готова к полюции. Всего два года назад на этом предприятии работало около 900 человек. Сейчас в штате уже 1200. Особых трудностей с набором персонала завод не испытывает. Молодые кадры для 308-го АРЗ готовят как минимум в двух учебных заведениях. Но из-за специфического рода деятельности основное обучение новые сотрудники проходят прямо на рабочем месте. Этот год был у нас очень трудный год. Связано с увеличенным объемом производства. Что связано было с приемом большого количества новых людей на работу, их обучением, подготовкой. Сейчас не только штат завода практически полностью укомплектован. Цеха загружены под завязку. Объем работы приличный, но в скором времени он может увеличиться. У властей региона уже есть определенные идеи на этот счет. На нашем втором аэродроме, на южном, идут определенные переговоры с инвесторами, которые уже вышли на соответствующие подписания документов по строительству ангаров для хранения самолетов. И также эти инвесторы ведут переговоры с некоторыми западными компаниями на то, чтобы сделать небольшую, но все-таки реальную ремонтную базу для определенных транспортных средств. Сейчас ведутся разговоры о возможном сотрудничестве 308-го АРЗ с новым предприятием. О деталях говорить пока рано, но есть вероятность, что специалисты этого завода займутся подготовкой кадров для новой авиаремонтной площадки. Спасибо.